МРОД Здравствуйте с главными событиями в студии Иван Никонов. Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда до 11 280 рублей с 1 января следующего года. Таким образом, РОД составит 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал текущего года. По словам министра труда и соцзащиты Максима Топилина, с учетом установленного в январе-апреле 2018 года минимального размера оплаты труда в сумме 9 489 рублей в месяц, среднегодовое повышение МРОД составит 6,4%. Министр также уточнил, что повышение МРОД с 1 января 2019 года затронет более 3,5 миллионов работников, в том числе более 2 миллионов работников государственных и муниципальных учреждений. Избирательная комиссия Ненинского округа официально зарегистрировала избранных 9 сентября 2018 года депутатов окружного законодательного собрания, выдвинутых избирательными объединениями. Удостоверения об избрании будут вручены парламентариям на первой организационной сессии собрания 27 сентября. Как сообщалось ранее, по итогам единого дня голосования депутатские места в окружном собрании получили представители всех шести политических партий, вызванивших на выборы своих кандидатов. Мандаты по списку Ненинского регионального отделения партии «Единая Россия» получили Максим Арбузов, Наталья Кордакова, Александр Лутовинов и Леонтий Чупров. От Ненинского окружного отделения КПРФ Ольга Карпова и Михаил Райн. От ЛДПР Николай Запалов и Андрей Смыченков. По одному мандату получили представители партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Родина» и «Справедливая Россия». Это, соответственно, Николай Миловский, Андрей Ружников и Наталья Лысакова. 19 сентября территориальной избирательной комиссии Наринмарского городского округа и Заполярного района зарегистрировали депутатов-одномандатников, одержавших победу на выборах. Это семь представителей «Единой России» – Анна Булатова, Римма Галушина, Александр Колыбин, Анатолий Курленко, Валерий Остапчук, Матвей Чупров и Александр Чурсанов. И депутат от КПРФ Татьяна Федорова. 1 октября в Ненецком округе стартует месячник гражданской обороны. В его рамках население региона проинструктирует, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. План мероприятий уже разработан и находится на утверждении в профильном органе исполнительной власти округа. Для того, чтобы местное население было максимально информировано об основных принципах действий при возникновении возможного ЧП, планируются соответствующие инструктажи и занятия – дни открытых дверей и выставки современной техники и оборудования гражданской обороны. Планируется, что в течение месяца в округе будет проводиться тренировки, учения, смотр и готовность сил гражданской обороны, а также практические занятия по гражданской обороне. Кроме того, будет проверена готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения. Также в октябре пройдут соревнования среди региональных сил гражданской обороны, чтобы проверить готовность в действии в время чрезвычайной ситуации, либо при проведении спасательных или других работ неотложного характера. Объекты предприятия ПОКИТС готовы к предстоящей зиме. Этим летом Наринарское предприятие провело большой объем работ, чтобы зимой в домах горожан было тепло и вода. При подготовке к предстоящему сезону выполнены работы по очистке тепловых колодцев, промывке теплообменников котельных, замене запорных арматур в тепловых колодцах. Проведены технические осмотры внутреннего состояния самоотечественных сетей и сооружений, напорных линий, эстакад, колодцев и аварийных выпусков. В городских трубопроводах прошли работы по теледиагностике. Специалисты ПОКИТС провели профилактический ремонт насосного оборудования для круглосуточной подачи воды из 11 скважин. На сегодняшний день продолжается их очистка. Тепло в дома наринмарцев поступает от 18 котельных, которые находятся также под управлением муниципального предприятия. Как сообщила директор Наринмарского ПОКИТС Наталья Бетхер, все котельные оснащены водогринными котлами. Для качественной подготовки к работе отопительных котельных и тепловых сетей была создана рабочая комиссия. На ряде котельных проведены ремонты и замена оборудования. В штатном режиме работают и очистные сооружения, которые занимаются очисткой сточных вод. Также в работе находятся 14 канализационных насосных станций. Отметим, на все объекты предприятия установлены автономные дизель-генераторы. Теперь в случае отключения электроэнергии все объекты предприятия будут продолжать работать. Более 150 деревьев посадили сегодня в Наринмаре добровольческий десант участников акции «Живи лес». В его составе школьники, учащицы Роснефтькласса и чиновники. Березы и рябины высаживали одновременно в нескольких районах города. Кроме того, специалисты Управления природных ресурсов доставляли саженцы по заявкам горожан, чтобы те, в свою очередь, благоустраивали преддомовые территории. Более 90 саженцев только по улицам Ваучейского и Ненинской. В то же время десант добровольцев-озеленителей благоустраивал территории в центре города. Даже погода не стала препятствием для посадки деревьев. Работали быстро и слаженно. Тонкости есть. Необходимо было сохранить грунт, который с деревом рос. Потом надо было доложить удобрений и, соответственно, полить. Погода нам повезла. Поливать уже не требуется. Мы уже в городе Немаре, у нас уже третий раз акция. То есть, уже с 15-го года мы. И уже мы третий раз садим деревья в территорию города. В этом году особенность в том, что мы привезли 125 деревьев с питомника. Нам сказали, что нужно помочь городу посадить деревья и рябину, чтобы экология была лучше. Ну все, и мы решили садить деревья. Помощь в реализации проекта оказали нефтяные компании, работающие на территории региона. Они помогли в приобретении и посадке саженцев. «Живи лес» – всероссийская экологическая акция, которая проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства России седьмой год подряд. Ее главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам восстановления и приумножения лесных богат страны. В рамках акции в субъектах страны лесные массивы убирают от накопившегося мусора и осуществляют посадку саженцев молодых деревьев. В 2018 году для Ненецкого округа дополнительно начали подготовку 7 медицинских работников. В рамках целевой подготовки врачей для региона Северный государственный медицинский университет зачислил студенты 7 человек по трем специальностям. Трое будут обучаться лечебному делу, еще трое станут педиатрами, один – стоматологом. Целевая подготовка специалистов дает студентам ряд преимуществ. Конкурсный отбор в медвуз проходит в рамках квоты региона. На период обучения обеспечено место практики, а после обучения – трудоустройство по специальности. В свою очередь Ненецкий округ получает возможность готовить тех специалистов, которые будут необходимы медицине региона через 6-8 лет. В частности, в следующем году в медицинских организациях региона появятся клиника «Диагностические лаборанты», функциональный диагност и два стоматолога – детский и ортодонт. Все они заканчивают последипломную подготовку в СГМУ по целевому заказу медучреждения Ненецкого округа. Как отмечают в профильном окружном департаменте, целевая подготовка специалистов является одним из основных инструментов для решения вопроса дефицита медицинских кадров. Наряду с целевым обучением таковым является расширение перечня социальных льгот, индексация заработной платы медиков. В аппарате администрации продолжается прием документов для награждения медалью «90 лет Ненецкому автономному округу». Юбилейная медаль учреждена впервые за всю историю региона. Награждение состоится в юбилейной для округа 2019 год в торжественной обстановке. Ненецкий округ, который стал первым национальным округом на крайнем севере России, был образован 15 июля 1929 года. Всего медалью в честь 90-летия заполярного субъекта планируется наградить 350 человек. Согласно постановлению губернатора, медалью поощрят граждан, чья профессиональная, трудовая и общественная деятельность принесла значимые для региона результаты в экономической, социально-культурной, научно-исследовательской, благотворительной, общественной или иных сферах деятельности. Также медалью наградят граждан, имеющих стаж работы на территории Ненецкого округа не менее 25 лет. Для награждения необходимо обратиться с ходатайством соответствующим в адрес временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в срок до 1 октября текущего года. Инициировать награждение могут руководители территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории округа, руководители органов государственной власти Ненецкого автономного округа, главы муниципальных образований, руководители органов местного самоуправления, а также различных организаций, в том числе общественных объединений. Рассмотрение ходатайств возложено на специально созданную комиссию, которая будет рекомендовать губернатору наградить тех или иных лиц. Самых сильных и выносливых студентов собрал сегодня окружной студенческий слёт. В нём приняли участие учащиеся Ненецкого аграрно-экономического техникума, профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа. Мероприятие проходило на базе Центра арктического туризма при поддержке регионального центра молодёжной политики и собрало в этом году более 60 молодых людей. До места проведения основных состязаний в Центре арктического туризма студентам предстояло добираться бегом – почти 7 километров. При этом на пути их ждали испытания, подготовленные региональным центром молодёжной политики. Для студентки второго курса социально-гуманитарного колледжа Кристины Бабиковой это первый опыт подобных соревнований. Сложные мероприятия были. Стрелять нужно было. Я вообще первый раз стреляла, попала на втором разе. А бежать тоже было очень сложно. Еле-еле. Шесть команд по 10 человек. Это сборные аграрно-экономического техникума, Ниньского профессионального училища и социально-гуманитарного колледжа. Пока одни готовятся к творческим заданиям, другие колят дрова и готовят обед для всей команды. Программа слёта рассчитана на один день. Кроме полосы препятствий, участники также состязались в национальных видах спорта, а также в испытании 13 злобных оргов. Сама суть испытания. Нам, участникам нужно задобрить организаторов, чтобы они дали им заветные баллы. И самое главное, это не разбить яйцо, которое им выдаётся в начале состязания. Это и другие задания перешли от другого популярного несколько лет назад туристического слёта. На самом деле у нас ещё несколько лет назад было такое ежегодное традиционное мероприятие. Это студенческий фестиваль «Статус». И мы решили, потом два года произошёл по определённым причинам перерыв, этого мероприятия не было. Мы решили традицию возобновить в таком пока лёгком формате, без ночёвок. Но зато на целый день. А цель одна – создать такое студенческое братство, студенческое сообщество, чтобы ребята перезнакомились, тем более очень много приехавших из деревень ребят. Чтобы появилась такая, ну, современным языком говоря, студенческая тусовка. Основное правило слёта – строгий запрет на курение, употребление алкоголя и бранной лексики. За нарушение – дисквалификация. Здесь проблем ни у одной команды не возникло. Победители определят строгая жюри по сумме набранных баллов. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В предстоящую субботу во Дворце культуры Арктика стартует новый творческий сезон. Так, 22 сентября состоится традиционный концерт «И снова здравствуйте». О нововведениях в работе образовательного учреждения и других ближайших мероприятиях в интервью нашим коллегам рассказал директор Дворца культуры Александр Бурдыка. Александр Николаевич, у нас вот-вот уже начнётся новый творческий сезон во Дворце культуры Арктика для всех творческих объединений, артистов и так далее. И как я понимаю, то есть это будет какое-то специальное мероприятие, специальный концерт как раз-таки в честь открытия. Ну, традиционно мы открываем творческий сезон. В этом году на сцену выйдут коллективы, вновь лучшие коллективы Денисского автономного округа, Дворца культуры Арктика. 22 сентября мы всех приглашаем на открытие очередного творческого сезона Дворца культуры, так как Дворец культуры является преемником Дома культуры, которому в этом году исполнилось бы 74 года. Поэтому мы открываем 74 творческий сезон. Будем удивлять, будем радовать. В этом году мы запускаем еще одно направление. Это виток «Духовой оркестр», набор, который уже производится. Специалист, который у нас приехал, Сергей Сватковский, этим занялся достаточно активно. Приглашенный специалист непосредственно. Приглашенный специалист, да, потому что своих духовиков у нас, к сожалению, те, которые могли бы заниматься этим направлением, не было. Вот в сентябре месяце он прибыл к нам в Норинмар и активно развивает это направление. Также у нас запланированы гастроли Московского театра юного зрителя имени Нонны Гришаевой, которые будут проходить у нас 23-24 сентября, сразу после открытия творческого сезона. Это два детских спектакля, которые можно также посетить будет. Представление будет интересное достаточно, я думаю, не только для детей, но и для взрослых. Ну, а также концерты, звезд, российские эстрады, которые у нас будут проходить в течение всего года. А также мы будем удивлять своими мероприятиями, будем стараться делать качественные, хорошие продукты, для того, чтобы наш зритель получал эстетическое удовольствие. Кроме, если, да, кружка с духовыми инструментами, вот какие-то еще, может быть, есть, да, новые, опять же, кружки? Вы знаете, нет, во дворце культуры открывается именно это направление. По линии этнокультурного центра, где находится большая часть сейчас творческих коллективов, детских творческих коллективов, по-прежнему работают все, которые осуществляют свою работу. Театральные студии, хореографические студии, значит, в общем-то, вокальные. На сегодняшний день духовое направление – это единственное пока то, что мы открыли новую дисциплину. А как обстоят дела у нас с новым кинозалом непосредственно? По новому кинозалу у нас уже ведутся работы, то есть у нас готова проектная документация, она утверждена уже, проходит аукционная процедура и, в общем-то, реконструкция уже непосредственно сами работает, вот-вот начнутся. Мы планируем его к первым числам декабря уже запустить. В оборудовании, все необходимое оборудование для кинозала уже закуплено, оно выделено по линии фонда кино, поэтому оно находится уже здесь, ждем только ремонтных работ именно по самому кинозалу, по строительству гребенки для этого зала. Кресла у нас уже тоже должны подойти сейчас в Петербург, они изготавливаются по специальному заказу. Поэтому, в общем-то, все на завершающей стадии, поэтому, да, проектная работа заняла достаточно большой период времени, поэтому, скажем так, возможно, мы бы открылись раньше, но реконструкция есть реконструкция, без проекта никуда. В целом, какие вы ставите для себя задачи для Дворца культуры, для творческих коллективов на этот год? Ну, мы всегда пытаемся удивлять наших зрителей, поэтому ставим новый репертуар, берем, учим, пробуем на сцене. Ну, и, естественно, это и новые театрализованные представления, и концертные программы, как с лучшими мировыми хитами, так и с вновь изданными произведениями, поэтому я надеюсь, что мы постараемся держать марку ведущего учреждения культуры в округе. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.